Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна Елгина с очередным видеоуроком. Сегодня я хочу вам рассказать, как установить новые шрифты для программы Photoshop. В интернете по запросу находим шрифты для Photoshop. Находим то, что нам нужно. Вот здесь вот хороший сайт. Выбираете, какой шрифт вам приглянулся и скачиваете его себе на компьютер. Вот мне понравился вот этот стильный шрифт на Кириллице. Нажимаем на него. Вот здесь вот его просматриваем. И нажимаем на кнопочку «Скачать». Идет его размерчик. Скачиваем его себе на компьютер. И вот таким образом он запакован в архиве. Распаковываем его в папочку. Открываем ее. Здесь, видите, много всего чего. Нам нужны вот эти два файла шрифта. Их можно вот так перетянуть сюда, на рабочий стол. Та информация пусть так и остается в папочке. А вот эти шрифты перетягиваем на рабочий стол. Теперь нужно выполнить установку шрифта себе на компьютер. Я покажу, как это делать в операционной системе Windows 7. Заходим через пуск, панель управления. Здесь находим шрифты. Открываем эту папочку со шрифтами. Шрифты открыть правой кнопкой мыши. И открывается папочка со шрифтами. Тут их очень много. Теперь я вот так вот открываю маленькое окошечко. И просто вот сюда перетаскиваю. У меня этот шрифт уже установлен. Спрашивают заменить его. Я его заменять не буду. Останавливаю. А вы его сюда перетаскиваете. И второй так же самое. Вот сюда вот перетаскиваете. Теперь есть другой способ установки. Встаем на этот шрифт правой кнопкой мыши. И вот здесь вот есть функция установить. Тоже на него кликаем и устанавливаем. Вот давайте я переустановлю. Теперь закрываем. Заходим в фотошоп. И нужно программу будет перезапустить. Чтобы они попали у нас в обновление. Выбираем тот шрифт, который мы с вами загрузили. Вот давайте я его так вот скопирую. И вот здесь вот напишу. Вот он этот шрифт. Я на него кликаю. Теперь встаю на вкладочку текст. И пишу. Вот мой установленный новый шрифт. Теперь я тут и с ним делаю всевозможные манипуляции. Если вы установили этот шрифт в Word, значит его можно использовать и в других текстовых редакторах, которые вы будете использовать на компьютере, а не только в фотошоп. Вот на сегодня все. Используйте. До встречи в других уроках. Понравилась информация? Скажите мне об этом. Не понравилась? Тоже скажите. Подписывайтесь на канал, чтобы узнавать первыми новую информацию. С вами была Татьяна Елгина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok